Всем привет! Меня зовут Катя, я сегодня такая вот какая-то ненакрашенная и сонная. Вдохновилась что-то Марина Гиллер сейчас просматривала ее stories, где она рассказывает про информационное обслуживание. Очень классный термин, который означает, сейчас расскажу, что это когда вы что-то видите, вас что-то интересует, у вас есть какой-то вопрос и вы обращаетесь к какому-либо блогеру или еще какой-то там персоне, которая по-вашему ответит на интересующий вас вопрос. Ко мне просто очень много приходит в директ вопросов и в принципе я стараюсь на все отвечать, но иногда вопросы бывают очень и очень нелепыми, наверное. Даже не то, что нелепыми, а вопросы, наверное, обычные, но чтобы получить на них ответ, я понимаю, что очень легко написать человеку, который, по вашему мнению, является экспертом в данной области, но вы тоже сами можете получить ответ на этот вопрос. Самое банальное, конечно, Google в помощь, но это действительно так, особенно когда задают вопросы, вот выкладываете фотографию из какого-то места, у вас стоит геотег и люди спрашивают, а что это за место. И как правильно заметила Марина, действительно это будет полезно, то есть узнать самим какую-то информацию, как для человека, к которому вы обращаетесь, потому что вы не тратите его время. Скорее всего, вы не один такой, и еще человек 100 точно задало такой же вопрос. Но это будет полезно и вам, потому что вы сможете найти эту информацию, вы будете понимать, что вы можете сами получить ответ на любой интересующий вас вопрос при помощи интернета. Каждый раз, когда у вас будет возникать какой-либо вопрос, вы в первую очередь будете учиться сами находить ответ. Вот, например, у меня там друг Женя, он говорит, ну, а я вообще так вырос, я там подходил к папе, не к папе, к кому же, я не помню уже, типа там, папа, что там вот это вот, он такой, сынок, вот книжные полки, пожалуйста. И тогда еще интернета не было. Вот, и Женя все находил, и у меня абсолютно такая же ситуация, я все время гуглю. Если у меня есть какой-то вопрос, я уверена, что ответ на него уже где-то есть. И чаще всего так действительно и есть. Просто четко формулируйте свой вопрос, забивайте его в поиск, и, скорее всего, первые 10 ссылок – это то, что вам нужно, точнее даже первое. Вот. Бывают случаи, когда действительно тема какая-то узкая, когда вы уже просмотрели там каких-нибудь 10 видосов и не нашли ответ, но я уверена, вы нашли какую-то еще информацию полезную для вас, вы поняли, что, может быть, вы как-то не так формулировали свой вопрос, поэтому поисковая система не давала вам нужную ссылку. И если вот на протяжении уже какого-то времени вы понимаете, что не находите, вы можете спросить уже тогда человека, который, как вам кажется, более узкоспециализированным. В принципе, я понимаю, почему люди спрашивают, потому что это такая вот, ну, не то чтобы лень, да, конечно, куда проще. Вот ты сразу задал вопрос человеку, который в этом разбирается, и как бы все хорошо. Но, опять же, вопрос в том, насколько человеку, к которому вы обратились, будет удобно, насколько у него много времени, чтобы отвечать на ваши вопросы, не будет ли это переходить действительно в информационное обслуживание, как и сказала Марина. Мне просто этот очень термин понравился. Я сейчас не про то, что типа, блин, вы меня все задолбали, что вы у меня спрашиваете, какую-то фигню. Нет, я именно про то, что очень круто искать самим. Я, например, испытываю дикое какое-то удовольствие от того, когда я сама нахожу ответы на свои вопросы. Я сама нахожу решение каких-то своих задач, когда я не могу справиться. То есть это, знаете, как каждый раз какой-то такой квест, и когда получается, то есть у вас дикое удовлетворение. И есть тоже такой фактор, что когда что-то к вам приходит очень легко, вы уже не так это цените. Вот прошу всех подумать об этом. Вы действительно очень многое теряете, когда упрощаете себе решение какой-либо задачи, в поиске какого-то ответа на вопрос. Потому что в процессе у меня очень часто такое бывает, если мне, например, нужно найти какой-то товар. Если я где-то увидела что-то там у человека, если у него там в аккаунте что-то неотмеченное в комментариях, 10 человек не спросило, что это, может быть, там я и спрошу. Но, скорее всего, я полезу гуглить какой-то там конкретный товар или продукт, который меня интересует, какая-то шмотка. И чаще всего я нахожу кучу таких классных вещей. Если там увидела какую-то там эко-супер коробку для хранения какой-нибудь бытовой химии, случайно набредаешь на сайт, где продается море классных штук, которые тебе просто необходимы. Находишь еще какое-то видео, в котором там 150 советов, которые тоже тебе нужны. То есть, понимаете, когда вы окунаетесь в эту среду, у вас даже отпадет не только один вопрос, с которым вы идете к человеку, но и сразу уже, так сказать, с посылом на будущее уйдут другие ответы. Может быть, поэтому я, ну не хочу сказать, что прям много всего знаю, но, наверное, да, больше, чем среднестатистический пользователь, который при любом возникшем вопросе просто задает его какому-то человеку, а не ищет сам. В общем, я реально испытываю дикое удовольствие, когда сама решаю свои задачи и очень хочу, чтобы вот у всех было такое кайфовое ощущение. Наверное, потому что я очень ценю время, я вот очень редко, когда обращаюсь в личные сообщения к кому-то с вопросом, потому что я понимаю, что это время, я, опять же, могу быть не одна такая и всегда стараюсь решить проблемы и все там ответы на вопросы найти сама, потому что знаю, насколько мое время ценно и, в принципе, ожидание, пока мне кто-то ответит, и время то, которое я затрачу сама на поиск, оно, в принципе, равнозначно, только в процессе поиска я прокачиваюсь, я прокачиваю свои вот поисковые способности, которые, кстати, мне очень как раз помогают в работе, потому что у меня тоже там некоторые обязанности, бывают там что-то найти, что-то где-то там выяснить, короче, я и Google просто мы на одной волне. И для меня куда выгоднее для своего развития самой решить какие-то задачи и не обращаться к другим людям. Но это я сейчас говорю на данном этапе своей жизни, потому что когда-нибудь у меня будет суперский крутой личный помощник, которому я уже там выплачиваю зарплату, буду делегировать какие-то такие вот мелочевочки. Но, опять же, я уже знаю, что я делегирую, я знаю, сколько на это времени нужно потратить, сколько своих сил. Я буду чётко понимать, что я хочу от человека и сколько он потратит своих ресурсов на то, чтобы решить мои задачи. Вот такая вот интересная тема с информационным обслуживанием. Спасибо, что посмотрели. Давайте делитесь, насколько вы прокачаны в поисковых системах. Любите ли вы гуглить и расскажите какие-нибудь классные истории. Уверена, что есть что-нибудь у вас на тему, когда вы искали что-то одно и нашли намного больше. Например, когда я искала детские раскраски, когда я только начинала, так сказать, подпускать Дашен к рандашам, фломастером, когда она начала уже всё это держать, ещё толком, наверное, сидеть не умела, я искала какие-нибудь классные детские раскраски и никак не могла их найти. И тогда я нашла решение придумать свои раскраски. И вот это, я считаю, классный пример. Но больше я люблю, конечно, примеры тоже, когда находишь, когда ищешь какую-нибудь там супер щётку интересную, какого-нибудь нейтрального дизайна, а находишь супер бамбуковые клёвые щётки вообще по выгодной цене и с бесплатной доставкой. Короче, расскажите, были ли у вас такие истории и делитесь ими. Всё. Пока.